Всем привет, дорогие подписчики и гости канала. Я продолжаю рассказывать о повседневном использовании смартфонов HTC One и iPhone 5 и сравнивать удобство использования мобильных операционных систем Android и iOS. В предыдущих видео я показал, насколько удобны стандартные звонилки и контакты, а также сравнил работу родных браузеров на HTC One и iPhone 5. Сегодня я покажу обычное использование сообщений, SMS, MMS и других сервисов. И вам самим предстоит решить, что же удобней и функциональней, Android или iOS. Поехали! Для начала откроем сообщения на iPhone и на HTC. Первое, что бросается в глаза, на Android все сообщения имеют фотографию контакта. Это очень наглядно и помогает быстро ориентироваться в длинном списке сообщений. На iOS список сообщений выглядит скучным и неинформативным. Картинок или фотографий на контактах нет. Более того, в сообщениях на iOS нет единого подхода. Смотрите сами. То две строки, то одна строка, то две. Выглядит это, конечно, нелепо. На HTC One по умолчанию всегда одна строка вывода сообщения. Однако при желании можно настроить и две, и три строки. Кому как будет удобней. Давайте поставим, например, две строки сообщений. И посмотрим, что получилось из этого. Теперь зайдем в любое сообщение на смартфоне Android и iOS. Вся переписка отлично читается. Все наглядно, красиво. Есть полная информация о сообщениях. Дата, день, недели, год. Хотя на iOS года нет почему-то. Если чуть сдвинуть сообщение на iPhone, видно время отправления SMS. На маленьком экране iPhone 5 довольно мелкий текст. Впрочем, как и на HTC One. Я, например, хотел бы сделать текст покрупнее. На HTC One это не составляет ни малейшего труда. Я просто делаю стандартный зум пальцами, и текст укрупняется. Я могу сделать так, как мне комфортно. Удивительно, но на iPhone же зум не работает. И я вынужден довольствоваться мелким шрифтом тем, что установлен в системе. Поменять я его не могу. Ну а что делать, если мне не нравится не только размер шрифта, но и цвет сообщений. На HTC One это не проблема. Я захожу в настройки, выбираю цветовое оформление. Ну, например, вот это. Убираем его, и все. Теперь все мои сообщения будут в той цветовой гамме, которую я выбрал. Посмотрите, как красиво. Наверное, не нужно говорить, что в iOS ничего подобного нет. И я не могу поменять цветовую гамму сообщений. Тут, наверное, нужно упомянуть, что на HTC One я могу поменять даже фон сообщения. И поставить любимую картинку или фотографию. Вот как это будет выглядеть. С оформлением разобрались. Теперь поговорим о безопасности. Я, к примеру, не хочу, чтобы кто-то прочитал эти сообщения на HTC. Для этого мне нужно зайти в настройки, выбрать пункт переместить в секретный ящик и выбрать нежелательные сообщения. Как вы видите, все сообщения от контакта, которые я хотел бы скрыть, исчезли из общего списка. Но эти сообщения не удалились, и при желании я могу их прочитать. Я захожу в секретную папку, ввожу пароль, и вот я уже попадаю в безопасные сообщения, которые никто, кроме меня, прочитать не сможет. При желании я, конечно же, могу вернуть эти сообщения в общий список. А теперь я покажу, как набираются сообщения на iPhone и HTC One. На iPhone набираем стандартную фразу «Привет, как дела?». Так как на iPhone нет не только голосового набора, но и даже свайпа, приходится, как на старинной печатающей машинке, набирать фразу побуквенно, что, как вы понимаете, дико неудобно и очень медленно. Мне даже надоело, я не буду даже оканчивать эту фразу. На HTC One мне даже не придется набирать эту фразу на клавиатуре. Для стандартных сообщений я всегда пользуюсь быстрым набором, что экономит кучу времени. В меню быстрого текста очень много общепринятых фраз. Но даже если мне этих фраз будет мало, то я без проблем могу добавить собственные быстрые выражения. Пишу что угодно и сохраняю это. Если я хочу ввести текст, то почти всегда пользуюсь свайп-клавиатурой. Но и это еще не все. Порой очень удобно вводить сообщения голосом. «Привет», «Как дела?», «Все хорошо». За пару секунд я написал целое предложение, и мне осталось нажать только клавишу «Отправить». Я не могу понять, почему на якобы самом удобном смартфоне на земле, айфоне, нет таких простых и удобных функций. Так чего же есть в айфоне такого, чего нет в HTC One? А вот что. Вы можете удалить набранный текст сообщения простым встряхиванием смартфона, и сообщение пропадет. Сейчас попробуем вернуть. Ну, я не знаю, почему-то в моих руках эта функция не работает как нужно. И говоря словами заядлых яблочников, раз это интуитивно непонятно, значит оно и не нужно. Чтобы сообщения были эмоционально красивые, вы можете вставить смайлики как на айфон, так и на HTC One. По умолчанию смайлики на HTC One всегда включены, а на айфон Эмодзи выключены. И многие спрашивают, как же добавить смайлики на айфоне. Это делается в основных настройках. Просто добавьте новую клавиатуру Эмодзи, и будут вам смайлики на айфоне. Для того, чтобы удалить всю ветку сообщения на айфон, нужно свайпнуть на сообщение влево. Появится красная кнопка удалить, и вы удалите всю ветку. На HTC One удаление сообщения делается стандартным жестом. Просто удерживаете ненужную ветку, и появится контекстное меню с выбором действий, среди которых можно не только удалить сообщения, но и, например, переместить в секретный ящик. Для вызова настроек на HTC One никуда ходить не надо, они вызываются из приложения. Для того, чтобы вызвать настройки сообщения на айфон, нужно выйти из сообщений, зайти в настройки, найти пункт сообщения, и только после этого вы увидите скудные настройки. А теперь создадим сообщения, так сказать, с нуля. На айфоне нажимаем кнопку создать новые сообщения, ищем абонента, которому хотим отправить, выбираем его, и сразу же попадаем в ветку собеседника. Согласитесь, это очень удобно. Теперь на HTC выбираем нужного абонента, и как вы видите, предыдущее сообщение от него не подгрузилось. Хочу отправить мультимедийные сообщения. На HTC интуитивно понятно нарисована скрепка. Здесь можно выбрать картинку или сделать фото, можно даже создать собственный рисунок, что мы сейчас и сделаем. Нарисую какую-нибудь каляку-маляку и прикреплю к сообщению. Так, что еще можно отправить? Давайте посмотрим на скрепку. Видео, звук, вот это интересно. Давайте запишем что-нибудь на диктофон. Начинаем запись. Один, два, три. Выключаем. Все автоматически прикрепилось к письму. Осталось только нажать кнопку отправить. Посмотрим, что из мультимедия можно отправить на айфоне. Все так же понятно. Можно сделать фото или видео, или прикрепить уже имеющиеся картинки. Что мы сейчас и сделаем. Выберем какую-нибудь классную картинку. Все, ее можно отправлять. Посмотрим, как отправляются и принимаются сообщения вживую. Сначала с айфон я напишу и отправлю короткое сообщение. Но пусть это будет привет, как дела. Отправляем. И представим, что мой HTC One валяется где-то с выключенным экраном. Вы сейчас не услышите звук пришедшей смс-ки, потому что я его отключил. Но даже если вы пропустили сообщение, мигающий светодиод всегда напомнит вам об этом. На экране блокировки видно сообщение и имя абонента, а также время. Потянув за сообщение вверх, мы попадаем в ветку диалога с абонентом. И можем сразу же ответить на сообщение. Все продумано и удобно. А теперь я отправлю сообщение с HTC One на айфон 5. Давайте в этот раз напишем что-нибудь отличное от банального, как дела. Но пусть это будет проверка удобства сообщения. Нажимаем отправить. Ждем некоторое время. Слышен звуковой сигнал. И экран включился и показал нам пришедшее сообщение. Нужно ли это, если, например, телефон лежит в сумке, я не знаю, решать вам. Тянем за сообщение слева направо и попадаем сразу в переписку с абонентом. Здесь все реализовано одинаково. Однако после того, как экран айфон погаснет, вы не узнаете, было ли входящее сообщение или нет, так как никаких индикаторов, таких как ойтчиси, на айфоне 5 нет. Чтобы удалить конкретные сообщения внутри ветки, достаточно тапнуть по нему, и появится меню действий, где можно удалить сообщение. На айфон нужно нажать на сообщение, и появится меню. Нажав на слово «Еще», появится возможность удаления конкретного сообщения. Да, с интуитивностью и логикой Apple подкачала. На HTC One показывается количество символов сообщения. На айфон количество символов сообщений не показано. И когда вы пишете сообщение на HTC One, вам показывается цифра, это очень важно, так как длинные сообщения оплачиваются как несколько смс. А порой бывает, что поставив лишнюю точку или запятую, вам придется платить за лишнее сообщение. Может нужно проверить настройки на айфон? Смотрите, количество символов у меня включено. Заходим, смотрим. Не знаю, что это за глюк, но с включенной опцией показа количества символов я их не вижу на экране. Вы ни за что не догадаетесь, что нужно сделать. Количество символов появляется, когда набрано не менее двух строк. Говоря про сообщения на айфон, нельзя не упомянуть сервис iMessage, который включается в настройках сообщений и позволяет отправлять сообщения между устройствами Apple. Впрочем, это и есть самый большой недостаток этой службы. Я не могу передать сообщения с айфон на HTC One, а значит эта служба бессмысленна между различными платформами. Ответом Android на службу iMessage стал мультиплатформенный сервис Hangouts от Google, который позволяет передавать сообщения с устройств iOS, Android и настольных операционных систем, где установлен Google Chrome. Однако, тут надо отметить, что на айфон Hangouts работает некорректно. Я не знаю, ограничение ли это от Google или от iOS, но сообщения на айфон не показываются как входящие сообщения до тех пор, пока вы не зайдете в саму программу. У меня создается такое ощущение, что iOS просто не поддерживает мультизадачность Hangouts. Вот посмотрите сейчас сами. Я специально отключу экран HTC One и отправлю на него сообщение из Hangouts с айфон 5. Пишу сообщение, нажимаю отправить, и тут же слышится звуковое сообщение и появляется световой индикатор. Мне пришло сообщение от айфон. Я тестировал Hangouts с различных андроид устройств и компьютеров Windows. Все работает безотказно. Я надеюсь, что в Apple допилит многозадачность и Hangouts на iOS начнет работать корректно. В заключении хочу сказать, что многое в отправке сообщений с HTC One и айфон 5 одинаково. Однако вы сами видели, насколько удобнее пользоваться одним устройством по сравнению с другим. И пусть каждый сам для себя решит, говорю ли я это про HTC One или айфон 5. Если вам понравилось данное видео, ставьте большие пальцы вверх, расскажите всем о нашем канале и подписывайтесь на наш твиттер. На этом всем спасибо за внимание, пока и удачи нам всем.